«Да, действуем мы противозаконно, но по человеческим меркам справедливо. Если ты согласишься, то ты будешь знать все о нашей группе и всех ее членах и планах. Но если ты против, то этого нашего разговора и не было. А я могу подумать и взвесить все в нормальной спокойной обстановке». «Это немаловажное качество человека, который все взвешивает и умеет думать. Конечно же, подумай. Так что через пару дней встретимся». «Да, опасно это дело – засовывать руку в пасть медведя, особенно голодного и кровожадного». «Хоть! Ну, борьба с нечистью – это же ведь просто необходимость. А иначе кто это сделает, как не мы? Кто будет наводить порядок в нашем обществе, пусть даже такими методами?» И Михаил решил дать согласие. Сие. Тем более риски и опасность его не пугали, а наоборот даже – подтрунивали. Через два дня Михаил снова встретился с полковником и дал согласие для дальнейшего сотрудничества. Потом они сели в машину и, проехав несколько кварталов, свернули к окраине, где стояло полуразрушенное трехэтажное здание. Спустились в подвал и очутились в небольшой, достаточно уютной комнате, где за большим столом посредине сидело четверо мужчин и одна женщина, довольно симпатичного вида. «Давайте знакомиться», – спокойным голосом сказал полковник. «Оля, наш эксперт-криминалист и доктор от Бога». Девушка посмотрела на Михаила и смущенно отвела взгляд. Красивый и статный парень, видимо, сразу же приглянулся девушке. Положила глаз. «Очень приятно. Наслышаны про ваши подвиги», – смущенно сказала Оля. «И мне приятно. Михаил». Анатолий Павлович, самый старший в нашей группе, следователь по призванию, представил полковник серьезного немолодого мужчину. На что тот кивнул головой и пристально посмотрел на Михаила, как будто бы изучал его. «Это Евгений, наш молодой, но опытный член группы. Ну и Александр и Павел. Присаживайся за стол, теперь ты в нашей группе, и мы будем вместе решать наши задачи. Мы одно целое теперь». Сев на стул рядом с Михаилом, полковник оглядел всех присутствующих и сказал. «По сведениям из верных источников, в город в скором времени должна поступить большая партия незаконного оружия для местных братков. А дальше кто его знает, куда она пойдет?» «Туда и поедет. И нам нужно найти этот трафик. Найти и уничтожить источник поставки, который, по сведениям, находится где-то в лесном массиве. То ли это бывшие склады, оставшиеся после какой-то части, то ли новые сооружения. А самое главное – найти главарей банды, занимающихся торговлей оружием. Знаем мы об этом пока совсем мало, и поэтому у каждого будет своя, собственная задача». Александр и Павел займутся покупкой оружия, для этого будут выделены средства. И не переделанного из травматического, а настоящего – боевого. Анатолий Павлович займется расследованием старых материалов дел, связанных с покупкой, продажей оружия. Евгений и Михаил произведут поиски складов и источников, из которых привозится оружие. Всем быть предельно внимательными и осторожными. Дело мы имеем не с дилетантами. Это надо очень хорошо понимать. Оля, в помощь Анатолию Павловичу. «Пока только сбор информации, никаких силовых действий. Поняли? Только сбор. Решение будем принимать все вместе и наверняка. Всем все понятно. Есть вопросы». И наступила эта глубокая пауза. «Ну, раз нет вопросов, будем считать, что уже приступили». Евгений, напарник Михаила, очень веселый и сообразительный парень, прошел одну из горячих точек в составе десантно-штурмовой бригады и был прекрасно подготовлен. Владел многими навыками рукопашного боя и очень хорошо стрелял. Имел навыки разведывательные и диверсионные. Хорошо подготовленный военный специалист. Всегда был на позитиве и много шутил. Михаилу он сразу же понравился. Положил. Глаз. Глаз. Алмаз, значит. «Ну что, Миша, с чего начнем?» И тут же отвечал на свой же вопрос. «Я думаю, что надо начать с кабака». «Заодно и пообедаем, а? Два зайца впальнем, а? Бахнем, а?» Михаил пока еще не понимал, шутит Евгений или говорит серьезно. Но по его улыбке и иронии он догадался, что это и то, и другое. «Одновременно! Привыкай!» «Ну, я не против», — вот так вот скромно ответил ему Миша. «Пообедаем. Перекусим, а? Куснем трошечки, а? Понимаешь. Входишь во вкус». И парни прошли квартал и подошли к старенькой Ниве. «Штыри на четыре. Вот, моя старушка, купил по дешевке на рынке, а? Она хоть и старенькая, но бегает, как угорелая. О! Штыри на четыре драйв. Ну и проходимость, а, знаешь, штыри. Всем штырей понадает, а? Как со штырями по болотам ходит. Так что добро пожаловать. Велкам! «Хороший аппарат. Мне нравится», — поддержал Евгения Миша и сел в машину. Нива, фыркнув, завелась и рванула с места с пробуксовочкой. «А, какие штыры!» «Демонстрирует возможности своего аппарата», — сразу подумал Миша и пристегнул ремень безопасности. «На всякий случай». А в кафе было пусто. Парни прошли и сели за дальний столик. Сразу, на зады. И сразу же подошла молодая девушка и спросила. «Что будете заказывать?» «Мне кофе». «А ты что будешь?» — спросила Евгения Михаила. «Зеленый чай с лимоном, пожалуйста. Без сахара». И девушка ушла, а Женя спросил. «Миш, ты как думаешь, с чего нам начать поиски схрона?» «М?» «Ну, у нас приказ о сборе информации. Значит, нам надо переодеться попроще и посетить черный рынок». «Соваться в тайгу и искать там схроны — это все равно, что искать иголку в стоге сена». «Так что тут нужна информация. Информация о сбытчиках». «Сто владеет информацией, сам знаешь, владеет миром». «Ха!» «Нет ничего проще, чем найти иголку в стоге сена, если у тебя есть магнит», — пошутил Женя. «А сбытчиков мы можем найти только на черном рынке, что ли? Только там сбытчики все сидят. В одной куче стоге сена, да?» «Ну да, но магнита у нас пока еще нет. И я надеюсь, что мы его найдем именно там, на этом самом черном рынке». «Так что, действуем?» «Согласный с тобой». На рынке было очень людно. Чем только здесь не торговали. Старые вещи и утварь различного вида. Шо хош. Тряпки, книги, часы, столовые приборы. Аж глаза разблигались от насыщенного разнообразия здесь. Народ суетился и рассматривал товар. Наконец-то парни подошли к мужчине, у которого на прилавке лежала военная амуниция. «И пиротехника, а?» Остановились и рассматривали товар. Мужчина в очках и с бородкой нетерпелив спросил. «Что интересуют молодые люди?» «Хлопушки и петарды нас точно не интересуют», прикидываясь просточком, ответил Женя. И пошел дальше себе, засунув руки в карманы спортивных брюк и изобразив вольную походочку, качая плечами из стороны в сторону. Мишка даже чуть не рассмеялся. Но сдержался. «Ух, пижон!» Следующий продавец был намного серьезнее. На его прилавке лежали муляжи настоящего оружия. Но и они были или зажигалки, или просто бутафория. Миша взял с прилавка блестящий серебром револьвер и долго разглядывал. Потом нажал на спусковой крючок. Револьвер щелкнул каким-то неестественным звуком. И из ствола появился огонь. «Ну, прикуришь?» «Зажигалка!» «А ты думал, сейчас пуля вылетит?» «Ха!» Спросил продавец сомнительного вида. И Миша положил револьвер и обратно. Положил обратно и сказал. «А это нас не интересует. Нет». «Хм! А что интересует?» И парни молча отошли от прилавка и спокойно пошли дальше себе. И вскоре их догнал парень таких же лет, как и они, и предложил отойти в сторонку, где народу было поменьше. «А ствол интересует?» Тихим голосом спросил он. «Интересует». «А что у тебя есть?» Спросил Михаил. «Много чу есть. Но не здесь. Есть ТТ. Револьвер». «Нет, нас история не интересует. Эхо войны. Нам что-нибудь современное. Макарыч, например. М? Есть?» Оборвала его Женька. «Хорошо». «Идите за мной». И парень быстро пошел за территорию рынка. Подойдя к другому парню, он опять же тихо сказал. «Макарова покажи». Тот, оглянувшись по сторонам, достал из сумки тропичный сверток и развернул его. «Сважь, штука баксов». Только и сказал тот. «Ну, штука так штука». И Женя взял пистолет и передернул затворную рамку. «Чик-чик». Поглядел вовнутрь и сказал. «Берем». И достал из кармана деньги. И отдал их этому парню. «Обойму с маслятами. Гони. Гони обойму». Парень достал из кармана обойму с патронами и передал Жене. «Слушайте, мужики, мне нужно пять калашей с патронами. Из десяток гранат. Можно это организовать? И сколько это будет стоить?» Спросил Михаил. «А ты что, на войну собрался, что ли? Куда тебе столько?» «Ну, можно, в принципе. Только о цене поговорим через два дня. На этом же месте и в это же самое время». И они быстро ушли. Растворились. «Смотри, Женя, это шестерки. Они ничего не решают. Давай проследим за ними. Ну, там машина какая. И какие номера?» «Только осторожно. Они хоть и шестерки, но действуют по схеме». Продавцы шли быстро и часто озирались по сторонам. Подошли к зеленой девятке и быстро сели в нее. Машина газанула и рванула с места. Миша запомнил номера. Сфотографировал. «Давай за ними. Посмотрим, куда они так рванули». Быстро сказал он и сел в Ниву, где за рулем уже сидел Женька. Зеленая девятка летела по улице и не подозревала, что следом за ней на определенной дистанции шла Нива. Та самая. Штыри на штыри. «Не прижимайся к ним, Жень, а то обнаружат слежку». «Да я и так стараюсь держаться на приличной дистанции». «О, остановились у какого-то дома». «А мы свернем налево и понаблюдаем». И Женя остановил машину и заглушил мотор. «Пойду осмотрюсь вокруг, Миша, а ты смотри за девяткой». Целый день они следили за зеленой девяткой, срисовали все точки, где они останавливались, обедали и только вечером отпустили их. Михаил чувствовал в себе какое-то новое чувство. Чувство нужности и правильности дела, в котором он принимал участие. Конечно же, он понимал, что это не игра в казаки-разбойники, а серьезное и опасное дело. Но опасность только подкидывала дрова в его топку мужского сознания, с бешеной скоростью, выделяющего адреналин. Чтобы солнце всходило на горизонте ярче и озаряло своим светом землю, надо, чтобы ветер разогнал тучи, закрывающие собой светило. Михаил встал рано утром и поставил чайник на плиту. Потом сел у окна и в глубоком раздумии стал смотреть в него. Сосна, растущая прямо под окном, стучала по стеклу своими упругими иголками, качаясь на ветру. Как будто звала его. Манила в тайгу. И Мишка вспомнил своих друзей, с которыми дни и ночи проводил в лесу. И ему стало чуть-чуть грустно. Вошла на кухню Галя и, увидев грустного супруга, обняла его за голову и спросила. — Ты чего такой грустный, Миш? — Да так, воспоминания нахлынули разные. Женьку вспомнил. Жаль парня. Отчаянный был. Настоящий друг. Стариков вспомнил. Матушку. Надо проведать их. Старые совсем стали. Помрут так и не увидимся. Тебе надо машину купить. А то, что ты все пешком, пешком. Привык по тайге пешком ходить? Да. А привычку искоренить знаешь, как сложно. — Да, ты права. А давай купим Ниву. У меня у друга такая. Очень понравилась. — Ну, сам смотри. Я же в них не разбираюсь. И Мишка повеселел. И, налив себе и Галле, чаю предложил. — Давай чайку попьем, пока Санек не проснулся. Малыш спал в своей кроватке, и сон его был безмятежен. Галя подошла и поправила одеялко, потом зашла снова на кухню и села за стол. — Спит крепко. — Сейчас кушать захочет, проснется, — сказала она. — Пусть спит, зайчик. Говорят, что когда дети спят, то они растут во сне, значит. И вот вечером в назначенный час группа собралась в полном составе в том же месте, и каждый доложил добытую им информацию о торговцах оружием. Анатолий Павлович рассказал, что оружие небольшими партиями привозится из леса и переправляется по железной дороге в неизвестном направлении. Хранится оно на какой-то базе, то ли это бывший пионерлагерь, то ли заброшенная база геологов. — Есть возможность выхода на главарей этой банды. — Хорошо. Надо сесть на хвост снова этой зеленой девятки в день, когда назначена встреча для покупки стволов. — Наверняка они поедут в тайнику за железом. — Наверняка. Евгений с Михаилом снова вам следить за машиной. А Паша с Александром будут страховать сделку при покупке оружия. — Анатолий Павлович с Олей занимается той же задачей, — приказал полковник. Все, распределены обязанности. Выехав из города, девятка рванула по лесной пустынной дороге. Женя, преследуя машину, старался не приближаться к ней и держал ее на расстоянии. Девятка свернулась на катанной дороге и помчалась по заросшей узкой лесной дорожке. — Миша, посмотри по карте, куда ведет эта дорога. Миша развернул карту и стал пристально вглядываться в нее. — Она упирается в реку, а на берегу старая заброшенная геологическая база. — Давай оставим машину и разведаем местность. Парни загнали Нива в кусты и продолжили дальнейший путь пешком, скрываясь за кустами и деревьями. Вскоре они вышли к реке, где на берегу стояли остатки полуразрушенных строений и полузгнившие вагончики геологов. Девятка, которой они преследовали мирно, стояла возле небольшого холмика, и людей в ней не было. Подходить близко не стали, чтобы не обнаруживать себя, а наблюдали в бинокль. Вскоре из-под холма вышли те двое, те самые продавцы оружия, а следом за ними вышел мужчина, с виду похож на рыбака, и что-то рассказывал, размахивал руками. — Во-во-во, под рыбака окосит, а сам, наверное, охрана. А под холмом, походу, подвал замаскированный там. Сразу и не найдешь, даже если очень захочешь. Погрузив тяжелую сумку в машину, парни быстро уехали в обратном направлении. Рыбак постоял еще некоторое время и снова скрылся под ветками замаскированного входа в подземное хранилище. Нырнул туда. И тут уже сомнений не было. Это и есть тот самый схрон с оружием. И в лесу стало тихо. — Под рыбака окосит. Ха, рыбак. Еще сапоги болотный одел. А на самом деле охрана как и есть. — Интересно, сколько здесь таких рыбаков, а? — Рыбу ловят. — спросил Женя. — Сколько бы ни было, все наши. — Эх, рвануть бы этот подвальчик, а? Вместе со всей той амуницией. — Без приказа нельзя, а? — ответил Женя. — Но стало явно, что это. То. Именно то, что они и искали. Вот оно. Цель. Для покупки оружия Женя с Михаилом прибыли на место, назначенное продавцами, минуту в минуту. Сразу же к ним подошел тот же парень и, не поздоровавшись, спросил. — Бабки покажи. И Миша расстегнул молнию сумки, висевшей на плече, и показал содержимое. — Давай за мной. И парень быстро зашагал в сторону заброшенного здания бывшей зверофермы, стоящего на окраине города. Он часто озирался по сторонам и быстро шагал. Миша с Евгением шли позади и не отставали от него. Зайдя в здание с выбитыми окнами, они остановились. — Ну, хороший нас за нос водить, Сусанин. — Волоки железо сюда. А мы здесь подождем. — Озираясь по сторонам, сказал Женька. А сам подумал, что нужно немного время потянуть, чтобы Пашка с Саней успели занять позиции для подстраховки там сзади, если до сих пор они нас не потеряли там. — Ну, ладно, сюда так сюда. И он скрылся в дверном проеме. Через минуту снова появился в сопровождении двух мужчин с автоматами наперевес. — Сумку бросаем. Стволы тоже. Мусора. И тут прозвучало два выстрела одновременно. Бах-пах. И автоматики, как подкошенные, свалились в разбросанный строительный мусор на полу. Парень выхватил пистолет, но прицелиться не успел. Третья пуля, выпущенная из пистолета Жени, напал в вал, сразила его. Держа наготове оружие, вышли из укрытия Паша с Александром. — Дело сделано. — Ага. — Надо проверить здание. Может, еще кто остался, а? — спокойно сказал Павел. И осторожно пошел в дверной проем, держа наготове оружие. Саша пошел в другую сторону. Через несколько минут вернулся и сказал. — Чисто. — Чисто. Вернулся и Саша тоже. Обшарили все здание, и Миша под старым листом железа обнаружил спортивную сумку. И открыл ее. В ней лежали пять автоматов Калашникова и десять гранат РГД. М? Как и заказывали. — А вот и наш товар. Заказик. Принеся сумку в комнату, где произошло все, сказал Миша. — Пора убираться отсюда. — Вот шакалы. Хотели и рыбку съесть, и нахрен сесть, — пошутил Женя. — Но у нас на Мекине не проведешь. — Молодцы. Хорошая работа. Но вы ликвидировали шестерок, а теперь главари могут притихнуть, и нам сложно будет их уже достать. Надо за схроном установить круглосуточные наблюдения. — Спокойно рассуждал полковник. — Есть информация, что готовится крупная поставка оружия в наш город, — начал Анатолий Павлович. — Оно, естественно, будет прятаться в схроне. Это надо только время уточнить. — И что тебе для этого нужно, Павлович? — спросил полковник. — Деньги для подкупа одного чиновника. Жадный собака. — Но информация и владеет верной. — Да, организация серьезная, — думал Михаил. — Тут все так выстроено, что любая военная позавидует. — А как слаженно действует, а? — Все на автоматизме. Работают быстрее, чем думают даже, а? И все это наполняло его душу уверенностью в правоту своих действий. В полной экипировке и вооружении группа сидела в тонированном форде и ожидала приказа. По сведениям, добытым Анатолием Павловичем, к схрону должна проследовать машина марки «ФИАТ» — микроавтобус с оружием. И все ждали в определенном напряжении. Михаил сжимал в руки автомат, и сердце его трепетало. Он никогда еще не чувствовал, не участвовал в подобных операциях. Чтоб вот так. Хоть все и было продумано до мелочей, волнение оно все равно присутствовало. Аж крышка у башки подлетала. Нет, не страх, это было что-то другое, совсем. Стрелять в человека, хоть он и бандит конченый, и жизнь его злодейства — это все равно стрёмно, как говорил его друг Сергей, с которым они прошли много таежных троп. Все равно стрёмненько. Одно дело война, а другое дело оружие, которое убивает наших солдат и невинных людей. И лица у всех были серьезные. Даже Женя, всегда шутивший, принял очень мужественное и серьезное лицо. «ФИАТ» пронесся на большой скорости, и Павел, сидевший за рулем микроавтобуса, аж дёрнулся. «Погоди, погоди, Паша, пусть идут». «Нам же известно же место схрона», — спокойно сказал полковник, руководивший группой. «Оль, а ты потом пересядешь за руль и будешь нас ждать». «Всем быть на связи». «Паша, трогай, проедем немного по дороге». Навстречу микроавтобусу на большой скорости пронеслась БМВ. «А это машина сопровождения», — сказал Анатолий Павлович. «Четко работают. Проверяют маршрут на чистоту». «Хорошо, что мы поехали, а то стоячая машина вызвала бы подозрение». Проехав еще некоторое расстояние, полковник приказал развернуться и следовать к схрону. Свернули на заросшую лесную дорогу. Не доезжая до места, группа высадилась. К тайнику подошли с трех сторон. Все было тихо. Люди в камуфляже таскали ящики из микроавтобуса и складывали перед входом в схрон. Три человека стояли перед входом и о чем-то разговаривали. Один из них, по всей видимости старший, открыл один из ящиков и достал оттуда автомат. Передернул затвор, чик-чик, значит, и внимательно посмотрел вовнутрь. «А? Есть там пуля-то». Потом снова положил его на место и махнул рукой, жестом отдав какую-то команду. Возле входа в схрон и микроавтобуса стояли охранники с оружием в руках. И вдруг один из них что-то заметил в прибрежных кустах и показал рукой. Потом раздалась длинная автоматная очередь. Трах-тах-тах! Заметив что-то подозрительное, охранник выпустил еще одну длинную очередь из автомата. Бандиты мгновенно залегли и начали палить по невидимым мишеням. «Огонь!» — прозвучала в наушнике команда полковника. «Из трех сторон по бандитам ударили пули. А? Мы тоже за трах-ках-бахкали!» Охранники и люди, переносившие ящики, они беспорадочно отстреливались. Но, попав под прицельный огонь, группы навсегда замолкали. Бой был коротким. Трах-тах-бах! «Минус два!» «Еще минус два!» — звучал голос Александра в наушнике. «Эти двое тоже готовы!» — прозвучал голос Жени. «А один ушел в лес!» «Я его возьму. Это, походу, главарь!» — спокойно сказал Михаил и быстро нырнул в кусты за убежавшим бандитом. «Давай, Миш!» — одобрил командир группы. Поняв, что его преследуют бандит, начал палить из пистолета наугад по кустам и деревьям. Миша, спокойно и не торопясь, не выдавая своего местонахождения, преследовал его. Впереди было болото. Выстрелив все до одного патрона, главарь банды пустился по болоту. Миша не отставал, прыгая с качающей кочки на кочку, постепенно настигал его. Зыбучая трясина, как резиновая лодка, качалась под ногами и угрожала проглотить любого непрошенного гостя, пожаловавшего к ней. Преследуемый со всего маху, не почувствовав под ногами твердой опоры, плюхнулся в окно, с головой погрузившись в жижу. Потом вынырнул весь в грязи и крикнул Михаилу. «Помоги!» И болотная жижа тут же поглотила его с головою. Бульк, бульк. «Ну, чего бегал-то за ним?» Полоснул очередью и вся недолго, все, в болото полез. Возмущался Женька, стоя на краю болота. «Ну, чего бегал-то?» «Да не могу я в безоружного стрелять, понимаешь?» «Нет в моей душе подлости». «Ну, не такой я», — возбужденно ответил Михаил. «Мира! Миротворец! А он в тебя всю обойму высадил, а? И ни хрена!» «Я не он!» «Оружие и схрон уничтожить», — приказал полковник. Новенькая Нива мчалась по широкой, таежной, иногда местами выбитой грузовиками дороге. Огромные стены леса расступались, открывая все новые и новые километры. Над макушками деревьев плыли красивые облака. Галя сидела на заднем сидении и держала на руках маленького Сашу. Михаил, внимательно вглядываясь в дорогу, иногда притормаживал на кочках и бережно вел машину. «Галчонок, ну как тебе? Нравится наша машина?» «Ты же знаешь, что я в них не разбираюсь. Главное, чтобы тебе нравилось. Едет да едет». «А так ничего. Не пешком же по тайге», — с иронией ответила Галя. «И сыну, видишь, нравится. Видишь, как глазенки у него горят». Поселок, где жили старики, находился в низинке, на берегу небольшой таежной реки, защищенной со всех сторон от ветра. Он ничем не отличался от других населенных пунктов, расположенных здесь в тайге. Старые, потемневшие от времени дома уныло стояли, зияя своими маленькими окошками. Михаил остановил машину возле дома стариков и помог Галине выйти из нее. Взял на руки сына и пошел во двор. Постучал в избу. Через секунду отворил деревянную дверь и ступил на порог дома. Дом встретил Михаила родными запахами пирогов и сушеных трав. Запахи детства. И дед поднял глаза поверх очков, расплылся в улыбке. Он узнал внука. Встал со стула и, сдав несколько вялых шагов, обнял Михаила. «Здравствуйте», — поздоровался Галина. «Здравствуй, дочка, здравствуй», — обняв девушку, поздоровался и дед. Подошла бабуля и обняла сначала Мишу, потом Галину, прослезилась и сквозь слезы сказала. «Проходи, доченька». «А это кто у нас такой красивый тут, а?» Протянув руки к маленькому Сашке, с улыбкой спросил дед. «Это ваш правнук, дед. Александр Михайлович», — отдавая маленького Сашу на руки деда, сказал Миша. Малыш посмотрел на старика и улыбнулся. «А, вот видишь, признав своих-то, тоже будя таежником», — радовался дед. Бабуля подошла к Саше и долго гладила его по голове. «На маму с папой похож малыш». «Дай бог тебе здоровья», — перекрестив ребенка, сказала бабуля. «Маленькие зеленые глаза блестят и отражают злобу, исходящую из тайги». «Это волки». «Конечно, мы считаем волков санитарами леса, умными животными. Они все за всеми прибирают. И всех. Да, они очень умны, моногамны. Но законы стаи очень суровые. Например, раненый или больной человек, неспособный охотиться, будет обязательно уничтожен своими же собратьями, чтобы не смог приносить проблем в дальнейшем существовании стаи в суровых условиях тайги. Таковы законы. «Однажды я как-то нашел окровавленное тело волчицы», — рассказывал как-то дед Володя. «Она еще дышала. Дело было зимой. Увидел издали, что происходила борьба между тремя волками. Двое молодых волка пытались прикончить ослабевшую раненую волчицу. Рана у нее была серьезная на шее. Вот такая кровь сочилась. По виду это была их мать, вожак стаи. Выстрелил в воздух, и серые все разбежались. Ба-бах! Взял я волчицу на руки и принес в зимовье. Забинтовал рану и ухаживал за ней. За месяц поставил на ноги. А она все равно ушла. Да я и не держал ее. Вольный зверь. А потом, потом она прикончила этих двух молодых волков и снова восстала вожаком. О, какая! Стаю далеко не уводила, не. Но и не безобразничала тоже. И как-то однажды у озера она мне встретилась снова. Остановилась на моем пути. И долго смотрела в мою сторону. Потом вильнула хвостом. И скрылась в камышах. И о чем же она хотела предупредить? Подумал я. А потом наткнулся на большие следы шатуна. И я понял ее жест. Такими их сделала природа. Но волк — зверь. И руководствуется инстинктами. А вот чем руководствуется человек? Почему даже зверь с человеком находит общий язык, а человек с человеком всегда избегает друг друга в тайге? Вот почему так? Не задумывались? Дед, ну к чему ты опять вспомнил эту историю? Ты мне ее несколько раз уже рассказывал, спросил Михаил. А к тому, сынок, что людей в тайге стало пропадать много. Опытных таежников, охотников. Завелся какой-то нечистый дух в лесу. Мужики уж боятся на промысел выходить. А семьи кормить надо. Чем им еще заниматься в такой глухомане? Ты поговори, Миш, с мужиками. Они поподробнее тебе все обскажут. И Михаил пошел прогуляться по поселку. И возле одного из домов на лавочке заметил трех мужиков. Они мирно покуривали и о чем-то беседовали. Здорово, мужики. О чем спорите? Здорово. Мишка, что ли? Сразу и не признал, сказал пожилой мужчина, которого звали Михеем. Я дядь Михей. И Михаил протянул руку и поздоровался с каждым. Так о чем спорите, мужики? Смотри, как возмужал, а? В третью бы идею не признал бы даже, обрадованно сказал дядь Михей. Да не спорим мы, обсуждаем тут одну тему. И дядь Михей начал свой рассказ. Завелась одна тварюка в тайге. Вот сразу и не поймешь, охотник, не охотник. По повадкам вроде таежник опытный, а по делам разбойник. Стал зимовки опустошать, когда хозяин на промысле. Ну там пушнину подворовать. И припасы всякие. На охотника напали, возвращавшегося домой с промысла. Ограбили и сбили. А один и вовсе в тайге сгинул. А так. Да и не один он безобразит. Двое их. Я сам видел. Правда только издалека. Вступил в разговор Николай, до сих пор молчавший. Может и двое. Спорить не буду. Сам не видывал. Но мужики тоже рассказывали, что видели следы двух человек. А ты, Миш, в тайгу-то ходишь? Промышляешь чего? Спросил Михей. Нет, дядь Михей. В тайгу хожу, но зверем не промышляю. Занимаюсь геологией. Ну и как успехи? Перебил его Николай. Не жалуюсь. Вот машину себе новую купил. Михаил понимал, что об этом завтра будет все равно знать каждый житель поселка. Сарафанное радио. И если варнак среди сельских, то он обязательно воспользуется этой информацией. Обязательно. Так что лучше самому лучше сказать. После последнего разгрома с хрона с оружием и ликвидацией части криминальных элементов поднялось много шума и нами занимаются серьезные силовые структуры. Так что конспирация сто процентов. Это место сбора больше не существует. Связь, только личный контакт и никаких телефонных разговоров. Спокойным тоном говорил полковник. Ну и продолжаем сбор информации по криминальным, взорвавшимся элементам. У меня пока все на этом. И Михаил, немного поколебавшись, рассказал группе о блесном разбое и высказал свои предположения. «Даже убивают охотников?» «Это уже серьезно», высказался Анатолий Павлович. «Разрешите мне заняться этими варнаками». «А как думает группа?» спросил полковник членов группы. «В деревне и так работы нет, да еще эти элементы», сказал Павел и посмотрел на остальных. «Занимайся, Михаил, только будь осторожен, хотя тайга для тебя дом родной». «Помощь тебе нужна какая?» одобрил полковник. «Нет, не нужна. Я привлеку своего старого друга-охотника, тем более считаю, что ему тоже может угрожать эта опасность». В свет фар автомобиля попал силуэт мальчика, медленно идущего по обочине дороги. Михаил остановил автомобиль возле подростка и спросил. «Парень, тебе куда?» «Давай подвезу». «Что ночью на пустынной дороге-то?» И мальчишка остановился и бросил на Михаила испуганный взгляд. «Куда путь держишь?» «Да не боись, садись в машину». И Михаил открыл дверь машины. Мальчик с опаской залез на пассажирское сиденье и виновато посмотрел на Михаила. «Чего молчишь?» «Рассказывай, что случилось?» «Куда путь держишь?» «В лес мне надо. В тайгу». Дрожащими губами проговорил мальчишка. «На вот, куртку накинь. Сейчас печку включу. Замерз совсем таежник. Что в тайге-то забыл?» Но мальчик молчал. «Кстати, а как тебя зовут?» «Мишка». «О, брат, да мы тезки с тобой». «Давай так, тезка. Сегодня ты переночуешь у меня, а завтра мы с тобой едем в тайгу». «Идет, значит». «А ты меня не обманываешь?» «А я никогда никого не обманываю. Но ты мне должен рассказать, что у тебя случилось». Мальчишке на вид лет четырнадцать. В глазах какой-то страх. Видимо, его кто-то или что-то очень сильно напугало. Но рассказывать он об этом боялся. Прежде надо заслужить его доверие. Думал про себя Михаил. «Пусть переночует, а завтра его возьму с собой к бате. Пусть понюхает запах настоящего леса». «Угу». Перед сном парень снова спросил Михаила. «Дядь Миш, а ты правда говоришь, что мы завтра поедем в тайгу?» «Да, Миш, у меня там дела кое-какие. А ты пока с дедом порыбачишь, поохотитесь тут». «Здорово!» «Ну, давай, давай, спи уж». И вот утром два Михаила, ты да я, да мы с тобой, по лесной дороге отправились в путь. Радости, переполнявшей грудь парня, не было границ. Свобода. Он сидел и любовался красотами тайги, мелькающей за окнами автомобиля. «Как же все-таки хорошо быть ребенком, беззаботным ребенком, который вскакивает поутру в полной уверенности и надежде новых приключений, которые ждут его в тайге за каждым деревом, за каждым кустиком», думал, глядя на мальчика Михаил. По дороге парень рассказал, что жил с матерью и отчимом. Пили они очень много. Мать допилась, ее увезли в психушку, а отчим остался один на один с мальчишкой. Вот так. Часто избивал его и выгонял из дома. Парень ночевал где мог, то у соседей, то просто на улице, где попало. Отчим работал в милиции и часто домой приходил с оружием. В последний раз, избив Мишку, он приказал ему убираться из дома. И нервы парня не выдержали. Отстегнув кобру отчима, он достал его табельный пистолет, и когда окосевший мужик набросился на мальчика, он выстрелил. И пуля ударила в пьяного отчима, и тот мешком грохнулся на пол. Мишка бросил пистолет и убежал из дома, в чем был. Многие пытаются найти покой, уют и укрытие в тайге, думая, что лес – это их второй дом. Видимо, живет под сознанием человека этот древний образ жизни. Но тайга – это особая цивилизация, и не всех гостей она встречает приветливо. Далеко не всех. Но и не каждый человек тоже привязывается к тайге. Не каждого к себе подпустит. Если познать и сродниться с тайгой с детства, то она становится твоим домом. А если любить тайгу и беречь ее, то она ответит тебе тем же. Тайга – это большой, очень разумный организм. Она все понимает. Ну, не переживай, тезка. Ты все правильно сделал. Ты ведь защищался. Ведь так? А твой отчим получил по заслугам мешок с говном. Так что я на твоей стороне. Вот так вот. А я сперва подумал, что если тебе все расскажу, то ты мне в милицию издашь. А нет, брат, мы своих не сдаем. Веришь? Теперь, конечно, верю. А почему я свой? Ну, как почему? Ты Мишка, и я Мишка. Мы тезки. Оба мы, мы колы. Тебе было били млына, мэне били школы. Знаешь такую пословицу? Тезки мы. А значит, свои. И весело пошутил Михаил. Ну, а если серьезно, то есть... То есть есть такое понятие, как кодекс чести. Слышал? Не слыхал? Это крепкая мужская дружба. Братство. На века. Так что мы побратались с тобой. А друзей и братьев не предают. У меня только такие друзья. Ну, ты сам все увидишь. Я верю тебе, дядь Миш. В зимовье никого не было. Даже пес куда-то испарился. Сначала Михаил даже испугался, но потом вошел в дом и понял, что хозяева ушли ненадолго. Угли в печи еще издавали тепло. Выйдя из хаты, он принялся осматривать хозяйство, не спеша прогуливаясь по двору. В дворе заметил новое строение, вроде как погреб. Но вход был закрыт металлической дверью, и холм обложен большим количеством речных валунов. Где-то в чаще затрещал мотор, и вскоре на опушку выехал мотоцикл с коляской. За рулем этой чудо-техники сидел Сергей. Сзади, вцепившись в водителя, сидел батя. И пес, конечно, что же, тот, тот как тот, между ногами, в колясочке. Ну вот и хозяева пожаловали, обрадовался Михаил и пошел навстречу мотоциклу. Что, технику приобрели? Да и ты тоже, я смотрю, прибарахлился. Что, не его купил? Выключая зажигание, улыбнулся Сергей. Батя, как здоровье, а? Как дела? И Михаил обнял старика. Да все хорошо, Миш, все хорошо. Стучи это еще, моторчик. Стукающая. Скромно ответил батя. А потом Михаил обнял Сергея. Сколько лет, сколько зим. Знакомьтесь, мой друг и тезка Миша. Хочет тайгу познать, научиться охотиться, также рыбачить и выживать. Очень популярная тема. И парень подошел к старику и протянул ему руку. Ерофеич обнял парня и даже прослезился. А я тоже таким был, когда в тайгу пришел и погладил парня по голове. Сергей пожал руку парню и сказал. Вот настоящий мужик. Наш человечек. Видимо, от того, что осмелевший Миша легко вступил в контакт с незнакомыми мужчинами и со всеми поздоровался за руку. Ну, как вы тут поживаете? Лешие не достали, а? Весело спросил Михаил. Да тут и без леших проходимцев всяких хватает. Ходят тут. Давай, проходите в избу. Ходите, ответил старик. Ну что, Мих, опять мир спасать будем. Или как? Ну, ты не можешь, чтобы не поерничать, да? Вопрос серьезный. Опытных таежников мочат. А ты знаешь, что такое опытный лесной человек? Ты же знаешь. Забирают все ценное, добытое в тайге. Провиант, пушнину, ничем не брезгуют. Действуют дерзко, но очень осторожно. Наверняка, видимо, по наводке. Но я и пустил заманчивую информацию, будто золотишко нашел в ручье и мою потихонечку на нашей старой заимке. Я и барахлишко специальное прихватил. Лотки там, лопаты и всякое другое. Ну, что ты скажешь мне на это? Да, варнака надо бы вывезти, извезти. А вдруг он из кустов полить будет? Не начнет. Я все обдумал уже. Работать я буду один. А ты, Серега, замаскировавшись, будешь наблюдать за обстановкой. В случае чего, сигнал подашь. Не знаю, кто он, этот варнак, но вначале должен провести разведку и выведать все, а то, что людей бесплатно мочить. Ему золотишком на халяву надо разжиться. Положат нас бандюки когда-нибудь тайе. Ах, положат. Только вздохнул Сергей. А ты что, бояться стал, Серега? На тебя это что-то не похоже. Наоборот, ты адреналинишь, когда опасность. Только дай. Да не за себя я боюсь. Батя совсем старый стал. Среднился я с ним. Дороже всех он мне. Ну, Мишаньку малость подучим и пригляд кое-какой будет. Парень, правда, горячий, но с понятием. На старой дедовой заимке все было в полном запустении. Звери сполна похозяйничали в избе. О, хозяины! Хозяйнують! Даже дверь оторвали вон, поиграли с ней. А? Двигается. Конечно, это косолапый. Водмедь! Постучався! Отвирай ему, да? Хозяину! Ой, любит он двери, да? Не чтоб через ваконце залезти. Видать, ему нравится вот этот механизм отворения туди-сюди и закрывания дверей. Ой, нравится! Поиграет, поиграет, а потом вырвется он нахрен с корнем вот так. Ремонтирует то. Хозяин прибывали. И мужики приняли за работу. О, непочатый край. Хоть бери и не зачиняй вовсе. Окна, двери зачиняй. Все, заходи, Водмедь, дорогой. Ожидаем мы тебя. Тьфу ты! Ну, давай работать. Ча-ча! 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 Восемнадцать ООО выходит у нас новая серия «Каждый Божий день». Все аудиокниги и все рассказы находятся в нашем подвале, снизу. — Заходишь, и там целая библиотека наших рассказов. — Старичок, заходи на пикничок. Каждый Божий день в восемнадцать ООО. Не пропустите. — А на сегодня шо? — А на сегодня все. Покедова. Споки-ноки. Чпоки. Ага. 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 Ага.